Всем привет, ребята! С вами Гуд Эппл, и сейчас, как обычно, будет ещё одна каточка в Пабге. Ну что, готовы к просмотру? Тогда жмякайте на кнопку лайка под этим роликом. Ну а мы погнали! Ну что, выпрыгну я, пожалуй, сразу, ведь рядом особо таких крутых мест и нет, а далеко лететь на самолёте мне как-то и не хочется. Так, приземляемся. Ай, немного не попал на крышу. Ну да ладно, рядом со мной никто не прилетел, так что можно спокойно здесь бегать. Надеюсь, я смогу ещё найти нормальное оружие. Да и броня не помешала бы. И тогда было бы вообще всё круто. Оу, а я уже кого-то слышу. Кто это ко мне пожаловал? Ну-ка, сейчас мы с ним разберёмся. Правда, я с одним пистолетом. Ну да ладно. Где ты есть? Чувак, я тебя жду. Ах, вот ты где. А ну иди сюда. Вот, зараза, в дом забежал. От меня не убежишь. Вот и всё. Но это походу вообще бот был. Ну не важно, как-никак плюс один килл. Так, и я снова кого-то слышу. Ну что ж, тогда я вылезу и поищу его. Но всё же нужно аккуратно перебегать, а то вдруг это будет теперь настоящий игрок. Где же он есть? Ага, заметил. Так, а вот куда он побежал? Ну, надеюсь, он зашёл в этот дом. Иначе я могу его просто-напросто потерять. Посмотрю-ка я ещё и с этой стороны. Воу. Ну непонятно, это был чувак или бот. Да и не важно, главное, что я его вообще нашёл. А ну-ка, что же у него было? Понятно, из полезного ничего. Ну что ж, в этом месте я уже все дома полутал, так что бежим дальше. Вот я уже и добежал до следующего домика. Посмотрим, что будет здесь. Оба-на! Сразу нашёл сковородочку. Ах да! Кстати, в PUBG ведь вышло обновление, и теперь они в честь этого дают крутые скины на сковородку. Ну а насчёт самого обновления, они сюда добавили какие-то странные игровые автоматы, которые я до сих пор не смог найти, а из оружия добавили очень крутой скорострельный дробовик, который я также не нашёл, хотя перед этим сыграл ещё две катки и залутал пару аирдропов. Ну а вроде бы эти дробовики могут появляться только в них. Ну да ладно, надеюсь всё же когда-нибудь я его найду. Такс, ну что, в этих домах я получается нашёл минику и сковородку, больше ничего такого полезного и не было. Мдааа, по броне у меня совсем всё плохо, и броник, и шлемак первого уровня. Тем временем я добежал до следующих домов. Сейчас проверим, что в них будет. Ну а те дома оказались реально полезными, в них я нашёл коряк и второй броник. А сейчас будет опасный момент, мне надо будет переплыть реку. И надеюсь, меня никто не заметит. Ну, по крайней мере, я никого не вижу, так что надеюсь, меня никто не подстрелит. Я так тихонько переплыву. Правда, как же это медленно. Так, ну средину я уже проплыл. И ещё немножко. Наконец-то, фух. Что ж, бежим дальше. Так, вижу машину. И куда же она едет? Ага, она проехала мимо. Ну, надеюсь, меня игрок не заметил. Стоп. Что, всё-таки заметил? Ага, не заметил. Только зачем же он тогда останавливался? Непонятно. Ну да ладно, не буду я ему в спину стрелять. А то ещё сейчас вылезет какой-то снайпер с 8Х. А у меня даже 2Х нет. И всё, поминай, как звали. Такс, вижу аэрдроп. Правда, он от меня далековато. Ну, думаю, можно пробежаться. А ну-ка, может в этом ангаре я, конечно, найду флайер? Но нет, он, видимо, вообще уже залутан. А то я вижу, здесь вообще почти вещей нет. Так, ну и где же этот аэрдроп? Ага, он упал на другой стороне. Но снова переплывать реку или перебегать мост я как-то не особо хочу. Так что, пожалуй, я на него забью. Полутаю-ка я, пожалуй, пока эти домики. Может, найду что-то ещё полезное. Что ж, ничего у меня найти не получилось. Они просто-напросто все были залутанными. И я сейчас кого-то услышал. Где он там бегает? Ага, увидел. Всё-таки успел забежать за машину. Но ничего, сейчас попробуем его обойти. Аккуратненько сейчас его отбежим. Так, воу. Он всё-таки сам решил вылезти. А ну-ка, что же у него тут было? О, как раз то, что мне надо. Третий рюкзак и прицелы. Так, хорошо, бежим дальше. Воу, вижу ещё один аирдроп. И в этот раз он уже не так далеко от меня. Так что, бежим за ним, попробуем его залутать. Так, паркур. Выпью-ка я энергетик. Надо подхилиться. Хорошо. Ну, а теперь надо побыстрее за ним бежать. Он ещё и падает в эту кучу домов. А там по-любому кто-то сидит. Так, а здесь уже надо аккуратно передвигаться. И я уже слышу машину. Так, где он там ездит? Здесь мы перелезем. Ой, чувствую, я уже не успел за этим аирдропом. Ага, ну вон он стоит. Но напрямую бежать я как-то не особо хочу. Так, но пока что там рядом никого нет. Ну, пройдём тогда поближе. Так, вылезем через окошко. И аккуратненько так попробуем к нему подойти. Ага, он всё-таки успел туда приехать. Но самого его не видно. Ага, он уже уезжает. Но стрелять по нему я уже не вижу смысла. Ещё и красная зона прям на меня лекла. Ну, пересидим тогда пока в этом домике. Так, это получается уже выход на крышу. Туда я особо не хочу выходить. Лучше-ка я проверю здесь лут. Капец, я ещё и с первым слюмаком до сих пор бегаю. Опа-на, вижу патрончики. Они мне не помешают. А здесь довольно-таки хорошее место. Прям для того, чтобы контролировать аэрдроп. Ну что, красная зона закончилась. Можно отсюда давай бежать. Так, проверю, может что-то тот чувак оставил. А ну-ка, какие-то здесь вещи я вижу. Ну, хотя бы что-то. Второй слюмак нашёл. Так, ну а теперь нужно найти какое-то хорошее место. Зона уже достаточно маленькая. И скоро она уменьшится ещё. Поэтому все игроки сейчас начнут подтягиваться сюда. Ну а для этого мне надо подготовиться. То есть найти какое-то хорошее местечко, чтобы меня никто не заметил. Так, ну ещё по-любому где-то из этих домов засел чувак. Но вроде бы эти дома тоже пока попадают в зону. Так, думаю теперь лучше передвигаться лёжа. Хотя я, наверное, и так достаточно заметный. Эта сковородка, конечно, крутая, но она капец какая яркая. Поэтому будем аккуратно так ползть. И надеюсь, меня никто не заметит. И, кстати, странно. Зона уже достаточно маленькая, а выстрелов нигде не слышно. Так, ну ладно, мне надо постараться доползти до того дерева. Надеюсь, конечно, по пути меня не пристрелит никто. Вот я уже почти дополз. Нужно ещё проверять те дома. Вдруг там кто-то засел. Так, ну ладно, под этим деревом лежать как-то будет скучно. Поползём тогда дальше. Сколько я уже здесь ползаю, до сих пор не могу никого найти. Я не пойму, где все есть. Но уже топ-7, значит, троих человек уже убили. Хотя выстрелов я вообще не слышал. Значит, они стреляли с другой стороны зоны. И сейчас, получается, они, скорее всего, далеко от меня. Ещё и самолёт сейчас летит. Правда, я его не вижу. Где же он сбросит аэрдроп? Конечно, было бы неплохо, если прям рядом со мной. Но чувствуется мне, что это будет совсем не так. Кстати, самолёт я увидел. И он уже вылетает из зоны, значит, аэрдроп он сбросил. Ну да, вот он падает уже прямо за мной. Но я за ним уже не побегу. Так, а вот уже и начали стрелять рядом со мной. И похоже, это где-то с того красного дома. Ага, я его заметил, он сидит на крыше. Берём тогда свой корячок. Только сейчас надо как-то поудобнее лечь, а то меня прям хорошо, наверное, видно. Я лежу в том месте, где совсем нет травы. Ну, здесь, думаю, будет нормальное место. Так, а ну-ка, где он сидит? Что-то его совсем не видно. Ну, ничего страшного, я могу немного переползти. Так, пока его не видно. Скорее всего, он залёг где-то в углу под этим бетонным ограждением. А нет, он всё-таки был за этой стенкой. Да что ж он так двигается? Я не хочу стрелять, чтобы себя просто-напроста не спалить. А ну-ка, ещё немного подползём. Хм, а почему он сейчас начал проверять больше как-то конкретно мою сторону? Я пока что не стрелял, так что он не может знать, что я здесь. Ага, вот он бегает чекать другую сторону. Что? Блин, почему я не попал? Ну, круто, теперь он знает, что я здесь. Ну, тогда мне надо немного переместиться. Так он меня, по идее, не должен заметить. Ага, вон он сидит, меня высматривает. Но меня уже там нет. Так, сейчас я ещё немного спущусь. И перебегу немного вбок. О, это он там уже кого-то нашёл? О, ещё один снайпер где-то лежит. Ну, он вроде бы тоже за этим бугром, так что не должен меня увидеть. Так, есть, я его вижу. А ну-ка, есть попадание. Ой, я и не заметил сразу. Мне до зоны почти 200 метров ещё. А до её уменьшения осталось 10 секунд. Так что сейчас надо очень быстро бежать. И надеюсь, он по мне стрелять не будет. А, нет, всё-таки будет. Ну, чувак, ты чё, обидёлся? Видимо, зря я по нему попал. Но тут у меня уже и не было выбора. Если бы я не бежал, меня просто-напросто убило бы зоной. Ну, а на этом всё, ребятки. Всем огромное спасибо за просмотр. Жмякайте на кнопку лайка, если понравилось видео. Ну, а также не забывайте про кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые крутые ролики по Пап Мобайл. Ну, а с вами был Гуд Эппл. Всем до скорого. И всем пока.